Друзья, всем большой привет! В сегодняшнем видеоролике мы будем с вами делать ангал вот из такого пропанового баллона. Я подробно покажу и расскажу про все размеры, где что резать, какие отступы, где что делать. Все это будет вам показано. Как безопасно разобрать и разрезать пропановый баллон я уже показывал в предыдущем ролике. Ссылку на него я оставлю в описании. Поэтому сегодняшний ангал начну изготавливать уже из баллона, из которого полностью удален весь пропан. И у которого вырезан вентиль. Погнали! Субтитры подогнал «Симон» 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 С одной и с другой стороны Это у нас будет крышка Почему я не буду резать крышку Именно по шву Потому что там стоит Под этим швом стоит еще один слой металла Просто мы отступим Чтобы нам прорезать всего лишь один слой А если будем резать именно по шву Тогда придется прорезать два слоя металла Так, далее ищем Самую нашу первую меточку Которую мы отложили Самую первую Вот она у нас идет И на ней точно так же по 4 см От сварных швов отступаем С одной стороны и со второй Далее Нам нужно соединить вот эту метку Вот с этой нашей меточкой Которую мы отступали на линии От той линии, на которой мы делали разметку под шампура Можно их соединить Можно их соединить Какой-то либо веревкой, либо чем-то гнущимся Но я возьму сейчас кусок проволоки Куском проволоки Соединю и обведу И нашел я проволоки Зато нашел малярный скотч Сейчас мы малярным скотчем Соединим дверь нашей меточки Субтитры сделал DimaTorzok Все, наша крышка готова Осталось ее только вырезать Перед тем, как прорезать крышки Крышку уже на мангале Приготовьте сразу вот такие шарниры Ну, вы можете приготовить другие У меня вот такие Буду ставить я их три штуки На заднюю часть крышки Важный момент Задняя часть крышки Это именно та часть Рядом с которой мы с вами Отбивали линию И на которой делали разметку под шампура Именно туда мы будем Вернее, именно там мы будем Именно ту линию мы будем резать Рядом с которой у нас линия С разметкой под шампура Вот так Так, вот ребят развернул вам Вот она у нас линия На которой мы делали Разметочку под шампура И от нее мы с вами Отложили 10 сантиметров Именно вот она Это будет задняя Именно вот эта вот линия Это будет задняя часть крышки Именно мы ее сейчас прорезаем Болгаркой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, рез выполнен Все, разрезал Сейчас мы Дальше крышку резать не будем Сейчас мы первым делом Приварим сюда шарниры Если мы полностью вырезаем крышку Мы потом просто ну Заебемся ловить Зазоры вообще и что приварить Мы сейчас просто их приварим Вот сюда Таким вот образом И уже после того как мы приварили Мы вырежем крышку дальше То есть тем самым мы облегчим себе работу Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, ну вот все получается Приварил я шарниры Сейчас я болгаркой шлифану Сразу шовчики И вот будем уже дальше резать саму нашу дверку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой вам совет после того как вы прорезали крышку То есть вот оно все у нас, резы идут, идут Оставьте где-то вот так вот Сантиметр До конца не прорезайте Для того чтобы крышка просто у вас не болталась Когда вы будете дальнейшие пропилы делать Иначе вы просто намучитесь И она будет у вас постоянно открываться и закрываться Далее там где мы с вами размечали отверстие под шампура Размеры через 8 сантиметров Вот они эти точки Я их подрисовал более ширными Сейчас в этих местах я просто сваркой Прожигаю отверстие под шампура ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот все, ребят, смотрите, отверстие я прожег Сейчас я просто болгарочкой сверху шлифану Ну, хохоряшки вот эти все, чтобы их не было ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой вот у нас вид обрели наши дырочки после шлифовки Далее из такого вот уголка нам нужно Отрезать где-то по пару сантиметров Две деталечки и приварить их вот здесь вот в шарнир Это у нас будут упоры для крышки, чтобы в открытом состоянии Оно у нас не опрокидывалось далеко назад А чтобы оно чик на эти уголочки ложилось И держалось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие вот два отрезка у меня получились Сейчас я зажму их в тиски, немножечко распрямлю Потому что 90 градусов это сильно много Так, ну вот, смотрите, я их немножечко разогнул Вот так вот сейчас выглядит Сейчас мы их приварим Обточил я маленечко их на наждаке, чтобы они были без заусенцев И далее привариваем мы их вот так вот, вот сюда Один будет располагаться вот здесь А второй вот здесь Музыка 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 Ну вот, ребят, смотрите, все упоры наше Приваренные В принципе, верхняя часть нашего мангала, она практически готова Осталось нужно нам только вырезать отверстия под, ну, для попадания воздуха, чтобы у нас уголь не затухал Отверстия для подачи воздуха в мангал я вам не советую делать в самом дне Потому что во время жарки шашлыков или мяса, чего-то там, жир будет капать Постоянно отверстия будут забиваться И мы, я их обычно делаю сбоку То есть мангал уже неоднократно спробовали Все это отлично Ничего не тухнет Все горит как нужно Отверстия делаем разметку Берем рулетку и от шва отмечаем 10 сантиметров Затем еще 10 сантиметров 10, 20 С этой стороны делаем то же самое 10 20 И линии соединяем Метки мы соединяем, проводим линию Одна Далее От сварного шва с любой стороны Откладываем отверстия по 5 сантиметров длиной Далее Полученные метки соединяем И просто прорезаем Вот эти все линии Болгарочкой Ну все, ребят, смотрите, пропины все выполнили Сейчас с другой стороны шва Отмечаем то же самое 10 сантиметров Еще 10 Через 5 сантиметров Друг от друга линии Делаем точно такие же прорези Прорези наши готовы Вот так вот они выглядят С одной стороны И с другой стороны точно так же Далее нам нужно закрыть вот это отверстие Которое осталось у нас от вентиля Для этого я хочу просто Вот я приготовил кусок металла Сейчас я вырежу сюда Такую более-менее круглую штуку С таким вот ушком Прожгу дырку И мы это дело все закрепим на болт И она у нас будет работать Как заслонка То есть можно будет ее открыть Как бы почистить мангал Вытряхнуть сгоревшую золу Либо регулировать подачу воздуха Как можно точнее вырезать Такую круглую деталь Я буду использовать малярный скотч Просто сейчас наклеиваю сюда Обведу потом И вырежу Субтитры сделал DimaTorzok В итоге получилась у нас вот такая заготовка Сейчас я ее обточу на наждаке Чтобы она была более ровная Вот так вот она будет сюда ложиться Здесь под огнем Прожгем дырки И поставим болт И она будет вот так вот у нас Регулировать Вот так наша заготовочка выглядит После обработки Краску я с нее так же снял Сейчас мы будем ее Подгибать уже на баллон Вот ребят смотрите Все подогнал я ее Подогнул Стала она Идеально Здесь сейчас прожгем дырку Здесь сейчас прожгем дырку В баллоне тоже поставим болт А сюда уже приделаем ручку Чтобы можно было регулировать Смотрите вот все просверлил я здесь отверстие И просверлил отверстие вот здесь Заработать это все будет в следующем уровне Вот так она будет стоять Сюда приварю ручку За которой можно будет ее Открывать Либо закрывать Ребят верхняя часть мангала у нас готова Нашего Сейчас нам нужно осталось отрезать Срезать тот сантиметр Который мы оставляли на крышке Чтобы она у нас Нам не мешала Сейчас мы его срежем И откроем крышку Посмотрим что у нас получилось изнутри Который мы оставляем Сейчас мы еще вот здесь вот Напротив каждого отверстия Шампур сделаем Такие треугольные прорези Чтобы наш шампур туда мог вставать как угодно Ну и давайте сейчас Сразу же закрутим нашу с вами вот эту вот детальку Ребят, далее я взял рулетку И точно так же как мы с вами размечали Отверстие Так же взял от шва И через 8 сантиметров поставил меточки Сейчас я нарисую здесь такие Как галки И болгарочкой выпилю Это у нас будет в прорези Под шампура Вот что у нас в итоге получилось Вот все я прорезал Так вот оно выглядит закрытым С закрытой крышкой Ребят, на этом первая часть нашего видео Подходит к концу Сегодня мы сделали Самое главное Это саму барбекюшницу В следующем видео я уже сделаю под нее Станину Поставим ее на ножки Ножки у нас берут на колесико Чтобы ее было выкатывать Она делается для гаража Чтобы ее можно было выкатить И назад закатить Также у нее будет здесь полочка Обо всем об этом смотрите во второй части видео Если вам понравилось Ставьте лайк Не забывайте подписаться на канал Всего доброго Всем здоровья Всем удачи